сегодня ровно неделя как прошла операция выбежали мы с ней сюда она уже бегает все вообще вот это она схватила по пути там осталось от кошек голова от утки доедает а так уже бегаем да лекса во все здесь ее конечно оставлять не буду сейчас пойду собачками подписала она может она еще сделает собачками пока поздороваюсь и сейчас прям вернусь ее домой все там уже съела прям все уже ожила как будто и ничего и не было вот вы видите собачка после операции пузик там в этой зеленкой это врач еще мазал зеленой этой штукой я брызгала ладно пойду к тем собачкам схожу долго здесь на улице не было у нас с него но снегу видите смотрите безобразничать об сделать смотрит собачками здорово и начинаю пришли в сарай за козами здесь я притащила таскалку мое началось и время когда таскаешь таскалки вот сено здесь стоит ну пока еще не открываем а дверь открыли этот из кормушки вылез у вас пусто девочки до молоденькие а так давайте так алтай что там за эти хрюканье такие вот уходи дороги последний паш опять своим носом пока везде залезет а ну там же седа ну хамрюш ну что ты не знаешь что ли ну вон все это восемь пошел сегодня не стал нигде здесь ковыряться странно а то обычно свой нос большой везде суету так а чистить 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 надо а вам сейчас водички хотел сказать и все сейчас что сейчас ага комбикорм тогда сразу сейчас возьму пока здесь и туда корм сарай перепелиного вот и потом же козам водички здесь приду налью и домой я я домой они гулять тут у меня есть вот такие одолевающие комментарии думал рваная нет нирваная просто просто какое-то странное одолевающие такие комментарии истеричные от людей особо одаренок конечно которые они много много очень знаю как они везде начитаются везде походит везде на смотря стоит этого не очень много знаете они начинают ходить дальше по всем видео и учить всех людей потому что они очень много знает да таких люди всегда видно Таких людей всегда видно, что в сырах нахватаются где-то, там что-то услышат, какие-то умные выражения. И давай ходить и говорить, что у тебя не так, а надо делать так, потому что вот так они лепят эти выражения, которые они услышали, к месту и не к месту. И вот здесь козы и такие животные, которые обязательно должны содержаться в тепле. Они не выносят ни сквозняков, ни холодов. Женщина, вот вы так истерите, вам вот так страшно, а вас ведь обманули. Козы это выносливые животные, которые все переносят нормально. И котики, видите? Плохо переносят вы и существа, что люди, что животные, что птицы. Да ну уже иди куда-нибудь. И блин, вот одна как зашла, как разостерилась, ей раз ответили, потому что я нельзя, она все там орет и орет, блин, что нельзя коз на улицу, вы должны погулять два часа, час-два и все, хватит. И прям вот надоедают они, не, они редкие такие, слава богу, люди, но они такие надоедливые, они прям как из Гринписа, они здесь вгрызутся и будут тебе рассказывать, как нужно содержать коз и что козы боятся. Во-первых, козы боятся всего, что вы перечислили, сквозняков, холодов, там не знаю, чего-то еще, с такими хозяйками. Естественно, если такая истеричка хозяйка, естественно, и козы всего этого боятся будут, ты не в бочку упал, нет? Вот. А так козы нормально это все выдерживают, и ну не просто выдерживают, они нормально живут и существуют в этом. Чем больше теплее ваши козы с сарайной будут стоять, тем больше вероятность, что они будут... А! Опять полез под плащ, да не туда, блин, ты надо сверху плащ, а залазить иди! Он хочет залезть мне на спину, но получается у меня плаща нараспашку всегда, расстегивается внизу. Он, получается, залазит под плащ и мне лезет прям когтями по спине. Ну давай, 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 вот так, вот, сверху плаща, все, молодец, правильно. Чем больше истеричная хозяйка и жалостливая, в кавычках, там где не надо, тем больше вероятность, что животные подвергаются всяким болезням, заболеваниям, простудам, естественно, если они у нее парятся все время в сарае, это естественно. Содержите вы своих, как хотите, отстаньте от меня, отстаньте со своими, причем опять, неумными советами. Пошли, а что пошли, за комбикормом надо идти домой. Ой, господи, ночь переночевал в сарае, взглянь, как будто прям отлучили его на пять лет. Там скучно было, да? Козом там надоедал, да, в сарае? Треться, ты черный, тебя не видно там в камере, лапки вон одни. Батюшка, какой любвеобильный, да? Лапу любвеобильный. Вот опять стою с тобой, играюсь, а мне же надо идти. Как бы лазиться, пошел об ту руку. Мой кот, ой кот. Я держу коз. Пятнадцать лет, да? И я сейчас должна прочитать эти комментарии и испугаться. Надо же, ну надо же, оказывается, как надо держать коз. И вот они именно такие, ну есть люди, которые понимают, да? Есть люди, которые согласны. Есть люди, которые согласны, но они так не делают, у них по-другому. Да, это же то, что я так показываю, совсем не значит, что все должны так содержать. И опять же, опять же, я уже говорила этот момент, что у нас с вами полоса разная, территория у нас с вами разная, в смысле находимся мы в разных местах. Так, все, давай спрыгивать, ты мне прям уже не даешь. И обязательно появится вот эта вот истеричка какая-нибудь, которая не понимая, не зная, где, что, как, какая температура, какая зима у нас, какая зима у них. Начнут, да? А естественно, кто больше всех не понимает, тот больше всех начинает ругаться. Где ты смотришь тут? Ой, ой. Видал? Ну тебя ругай, тебя. Давай, я тебе штина. Такима. Я пойду уже, вон, смотри. Вон, смотри.